Стиль Прованс, сказочные мотивы или позолоченные статуи. Этим летом красноярцы украшали свои дворы. Какие из них самые лучшие и дорого ли превратить придомовую территорию в райский уголок? Расскажет Максим Лебедев. Сезон благоустройства придомовых территорий в Красноярске подходит к концу. За это время жители и управляющие компании привели в порядок сотни дворов. Мы выбрали тройку лучших из них, чтобы решить, какой двор в городе самый красивый. Во дворе четвертого дома в переулке Светлогорске каждый вечер собираются мамы с детьми. Для них на площадке специально разместили героев мультфильмов. Не забыли и о стариках. Скамейки установили и на солнечной стороне, и в тени. Кому что больше подходит. Еще одна гордость двора – удобные красочные пандусы. По словам председателя дома Галины Грозы, раньше между перилами были большие промежутки. В этом году недочет устранили. Не так опасно стало ходить детям. Дети всякие у нас. И инвалиды есть, и маленькие. Некоторые дети на них научились считать. Понимаете? Вот они шли и пальчиком считали. И счет изучали. Инициатор благоустройства – директор местного ТСЖ Наталья Протасова. Именно с ее подачи здесь появились мини-паровозы, мусорницы-зонтики и прочие украшения. Фигуры животных не хуже, чем в парке флоры и фауны, роев ручей и собственный фонтан. Здесь точно есть на что посмотреть. Двор на Тимошенково – 185. Одна из главных достопримечательностей здесь. Львиные ворота. Вход во двор охраняют два позолоченных царя-зверей. Позаботились и о влюбленных. Для них установили скамейки и клумбу с античными символами любви – амуром и психией. А для тех, кто в ссоре, есть особая лавочка примирения с большим выложенным из камней сердцем. Ну, это композиция, которая полностью сделана руками наших сотрудников. Двор на Краснодарской 35 решили полностью оформить в стиле Прованс. Добиться такого результата удалось усилиями директора местной управляющей компании. Ирина Сидорова даже попробовала себя в качестве дизайнера. Чтобы у наших жителей, жителей нашей компании, был каждый двор узнаваем. Чтобы человек, попадая в свой двор, знал, что это только есть у него. И вот гордился своим двором и любил свой двор. Для мам и детей здесь установили книжный шкаф, чтобы не скучно было гулять. Самые неказистые постройки во дворе украсили. На трансформаторную подстанцию повесили баннер с видом Прованса. Канализационную станцию раскрасили и установили на нее флюгер. Теперь она похожа на цветочный магазин. Местные жители идеи директора УК оценили. У нас самый шикарный двор. Ну, все, абсолютно все. От цветов и заканчивая вот этими заборчиками полностью. Ну, правда, очень хороший двор. Собирать деньги на украшение двора не пришлось. Все построено за счет средств, собранных на текущий ремонт. Следующим летом соседний двор обещают сделать в восточном стиле. Максим Лебедев, Сергей Раков, 7 канал.